Здравствуйте, уважаемые коллеги! Доброго дня вам, наши дорогие друзья! В год, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Годом культуры в России, в этом торжественном зале сегодня собрались ее лучшие представители, деятели культуры, средний стаж работы которых 30-35 лет. Музыканты, художники, писатели, артисты, работники музеев и архивов, библиотекари, преподаватели, кинематографисты, руководители органов управления и учреждений культуры, люди яркие, творческие, увлеченные, посвятившие свою жизнь служению самому необыкновенному и непростому делу – культуре. Ваша удивительная энергия, бесконечная преданность профессии, любовь к людям сотворили немало чудес. В ваших руках духовное развитие нашей страны. В вашу честь прозвучат сегодня все аплодисменты! Именно так называется сегодняшний концерт, на который вас пригласил ваш молодой коллега, министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Владимирович Барышников. Встречайте, Виталий Владимирович Барышников, приезд культуры и архивов Иркутской области. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Разрешите мне от правительства Иркутской области, от нашего министерства, от всех тех, кто сегодня трудится в наших учреждениях культуры, в наших городах и районах, поздравить вас с Годом Российской культуры. Пусть этот год станет для нас всех на самом деле годом, может быть, осмысления того, что делали вы, какие традиции сегодня, заложенные вами, продолжаются в работе наших учреждений, наших творческих коллективов, наших творческих союзов. Конечно, нам очень хочется, чтобы та слава, которую, слава Иркутска, Иркутской области, как культурной столице Восточной Сибири, как удивительного, мощного, духовного, нравственного, культурного региона, заложенные вами, продолжались в делах наших молодых, юных, и артистов, и художников, и актеров, и всех тех, кто сегодня, так же, как и вы, потому что большинство из вас, мы со многими с вами знакомы лично, большинство из вас продолжает свое служение культуре, искусству. На своих плечах держите то, что и называется культурой, то, что составляет ее основу, ее мощных ребят, и который, конечно же, должен быть, и я уверяю вас, он востребован сегодня, и должен быть востребован в молодом, подрастающем поколении. На самом деле, я вот только что вернулся с форума культуры, который сейчас проходит в городе Ангарске сегодня, мы говорили с нашими коллегами о тех проблемах, которые предстоит нам решить в год российской культуры. Это не только мероприятие, это не только очень важное праздничное событие, это, конечно, большой повод и необходимость начать разговор о том, куда мы идем, что мы хотим создать, к какому результату или каким достижениям мы должны прийти, потому что вот то, что президент объявил год российской культуры, это действительно новый импульс внимания к нашей сфере. Это указы, которые подписал президент о, так сказать, как мы его воспринимаем, о повышении заработной платы. На самом деле, это указ гораздо более глубокий и широкий, потому что заработная плата впервые за много лет выросла такими темпами, как говорит наш министр культуры России Мединский Владимир Ростиславович, никогда заработная плата работникам культуры такими темпами в России не росла. Но, наверное, за последние 20 лет это действительно так. При этом указ президента говорит еще о множестве показателей, характеризующих развитие нашей сферы. Это и количество выставочных проектов, количество театральных постановок, количество читателей наших библиотек, количество ребятишек, занимающихся в разных творческих студиях, кружках при наших учреждениях, количество обменных встреч творческих коллективов внутри регионов и за пределами. Как вы слышите, я все время называю, так сказать, количественные показатели. Вы знаете прекрасно лучше меня, что не все определяется в культуре количеством. Есть еще такое понятие, как качество, как индивидуальное творчество. И на самом деле нам очень хочется, чтобы об этом в год российской культуры тоже шел разговор. И та стратегия государственной культурной политики, которую сейчас разрабатывают по поручению президента и наши федеральные коллеги, и мы свои предложения туда направляем, мы хотим видеть качество, как можно, так сказать, отследить качество изменения общества силами и средствами культуры и искусства. Что для этого нужно, кроме денег? Потому что, понятно, не все деньгами измеряется в нашей отрасли. Это и ваш пример, и пример тех, кто сегодня трудится в отрасли, об этом говорит. Конечно же, я хочу просить вас всегда быть рядом с нами, всегда ваш совет, ваш опыт нам очень нужен, потому что сегодня мы бы хотели, чтобы и этот концерт был посвящен вам в год наш, не просто в день работника культуры, а в год культуры России был посвящен сегодня вам, но мы хотим пригласить вас на все наши события, мероприятия, выставки, театральные постановки. Мы всегда будем рады вас видеть, выслушать ваш совет, и я хочу еще одну просьбу вам сегодня с конкурентом. Вы знаете, что губернатор в своем послании к законодательному собранию Иркутской области обозначил ряд важных гуманитарных проектов, которые мы будем реализовывать в этом году. Это и программа материально-технического оснащения, ремонта и реконструкции областных учреждений культуры, которые мы сейчас разрабатываем. Это пропаганда деяний святителя Иннокентия Вениаминова, удивительного нашего земляка, уроженца села Ангар Качевского района, и ставшего, по сути, первой иерархом русской православной церкви, удивительного ученого, лингвиста и духовного действия. Но еще один проект, о котором сегодня тоже, так сказать, губернатор говорил, это проект создания энциклопедии Иркутской области. Это большой гуманитарный проект, он рассчитан на несколько лет. Начнем мы его в этом году, значит, и будет несколько томов этой энциклопедии. Один из томов, это уже решено, это уже определено, будет полностью посвящен культуре и искусству при Ангаре. Я очень прошу вас, уважаемые наши коллеги, старшие товарищи, поскольку в ваших сердцах, в ваших душах, собственно, вся история Иркутской области и история ее культуры и искусства сосредоточена. Поделиться этим своим знанием, фактически, давайте вместе с вами, вместе с вашими коллегами в городах и районах области создадим том культура и искусства при Ангаре, энциклопедии Иркутской области. Потому что кому, как не вам, тем, кто это делал, тем, кто это все проживал и пропускал через свою душу и сердце, и создать этот удивительный труд, который должен на самом деле объединить все общество Иркутской области. И, конечно же, я очень хочу, чтобы этот труд позволил и умудренным жизненным опытом товарищам, и совсем молодым, начинающим свой творческий путь людям, соединиться вот в осмыслении того, что такое российская культура, что такое культура при Ангаре, многонациональная культура нашего богатейшего региона страны, какие у нас есть достижения, какие у нас, может быть, есть проблемы, и как мы хотим их вместе решить. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с сегодняшним праздником, с сегодняшним концертом, и пожелать вам здоровья, творческой энергии. Безусловно, убежден, что мы вместе можем сделать нашу область комфортнее для жизни всех наших граждан, интереснее для нашей молодежи, и чтобы каждый из жителей нашей большой, богатой Иркутской области, благодаря вам, вашей работе, чувствовал себя культурным человеком, знал, любил и понимал искусство, и, конечно же, стремился этому, это передать своим детям. Поэтому еще раз праздником мы посвящаем этот концерт вам, и я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку в наших больших проектах. Спасибо большое. Спасибо.